Всем привет и в этом видео покажу вам как установить мод на ручную коробку передач. Этот мод мне просили показать его установку, потому что я согласен, что с ним немножко трудно разобраться. И в этом видео я покажу вам свои настройки, какие я использую. И скажу, что даже если вы не купили пока что руль, если у вас нету там коробки передач или еще что-то, то я советую вам этот мод к установке, потому что вы почувствуете игру совсем по-другому. У меня тоже пока что нету руля, я пока что себе его не купил. У меня только джойстик, но я покажу как я играю на клавиатуре с этим модом. И я скажу вам, что это очень интересно и очень, так сказать, по-другому смотрится и очень по-другому ощущается в игре. Сразу скажу, что этот мод только для сюжетки и в онлайн я с ним вам не советую заходить, потому что это модификации и вас там могут забанить. Если вы хотите удалить моды, тогда смотрите видео по ссылке в описании, как удалить модификации из игры GTA V. Но имея в наличии много модификаций, таких как кастомный транспорт или еще что-то, можно хорошо поиграть с этим модом и вам даже не захочется заходить в онлайн. И повторюсь, что даже если вы не купили себе руль. Хотя эта инструкция будет актуальна для всех, для тех у кого клавиатура, для тех у кого руль или еще допустим контроллер. Ну а сейчас давайте перейдем к установке этого мода. Вам понадобится как бы минимум файлов, потому что установка очень легкая. Скачивайте этот мод Manual Transmission с этого сайта, загружайте его отсюда. Скачали, потом скачивайте скрипту 5, если у вас вот эти дополнительные файлы есть, еще раз скачивать их не обязательно. Далее скачивайте .NET последней версии с этого сайта, потому что я показываю все модификации полный туториал для тех, кто первый раз смотрит это видео. Нажимаете здесь показать папки и заходите в корневую папку с игрой. Там где у вас находится ваша GTA, Grand Theft Auto 5. И сюда в корневую папку с игрой, где у нас находится AirLake, GTA 5.exe, вот эти вот CRPF архивы, которые у нас есть. Копируем наши файлы. Открываем скрипт 5 обычный, вот этот. Бин открываем. Input 8.dl закидываем сюда в папку с игрой, вот так вот перекидываем. Далее копируете скрипт 5 обычный, закрываем, открываем .NET. Вот эти вот все файлы просто перекидывайте в папку с игрой. Открываете этот мод Gears Release. И вот эти вот все файлы вот так вот выделяете, кроме README. И тоже их перекидывайте в папку с игрой, сюда где вот эти вот РПФ архивы. Закидывайте их. Скопировался наш мод в нашу папку с игрой, вот он. Закрываем его. И теперь можем запускать свою игру. Я покажу вам какие у меня там настройки. И так вот и запустилась как бы наша игра. И сейчас я покажу вам как управлять этим модом. Как ездить и как научиться переключать передачи. Такая будет небольшая школа вождения, так сказать, да? И смотрите, самое главное, что вам нужно запомнить клавишу, на какую запускается этот мод. Эта клавиша на клавиатуре такая скобка, или же русская буква Х. Вот она, запускается этот мод. Получается Manual Transmission. Если он у вас не запустился, значит что-то вы при установке пропустили. И теперь самые главные настройки. Я вам покажу как я использую и все остальное. Постараюсь вам показать каждый из этих пунктов. Смотрите, здесь нажимаете Enter, чтобы включить этот Enable, то есть Manual Transmission, чтобы этот мод у вас работал. Здесь эта коробка передач, то есть автоматическая. Sequential это ручная. И Each Pattern это наверное какой-то вариатор или что это. Я не использую Each Pattern. Я использую только либо автоматическую, либо же Sequential. Здесь Manual Transmission Z-Tick мы пока что пропустим. Сейчас перейдем к Hood Options. Смотрите, нажимаете Hood Options, управление стрелками, я забыл вам сказать. И здесь нажимаете Enable, если хотите, чтобы ход у вас отображался. Давайте я сяду в автомобиль, покажу вам, что он у нас отображается, этот ход. Так, я сел, видите, у нас получается справа снизу написано километры в час. С и Н. Я сейчас, смотрите, переключаю. Я включил сейчас заднюю передачу. Написано клавиша R. Либо же включаю переднюю, то есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Шесть передач, но в машине только пять, поэтому... И так же самое, чтобы сбавлять, я сейчас вам покажу настройку. Если вы включаете нейтральную, он просто будет у вас газовать. Если вы включаете заднюю, то есть, допустим, заднюю включили, он едет, соответственно, назад, вперед он не едет. Он тормозит, если вперед ехать. Все, с этим разобрались. И EnableHood. Включили себе Enable. Здесь Always Enable, либо же можете его выключать, когда хотите. Можете себе настроить текст. Вот какой, вот такой поставить текст. Светящийся, либо же я больше люблю вот такой текст. Дальше Notification Level. Я оставляю без изменений. Gear and Shift Mode. У меня здесь это все включено таким образом. У вас должно быть, в принципе, так, потому что я эту настройку, по-моему, не изменял. Оставлю, как есть, спидометр. Здесь вы можете переключить мили, либо километры. То есть, я ставлю километры, потому что у меня, как бы, в стране тоже километры, поэтому километры. Show Units, то есть, все это без изменений мне поставлено. Здесь можете настроить цвет этого спидометра и так дальше. RPM Gauga, или как там правильно называется. Это вот эта штука, когда вы, допустим, едете, допустим, смотрите, я буду ехать. И оно будет вам показывать, когда надо переключаться. Видите, вот, когда красным, вы тогда переключаетесь. Но я уже, так сказать, на таком уровне, что я уже сам понимаю, когда мне надо переключиться на вторую передачу. Потому что я уже, так сказать, привык к этому моду. И мне этого не нужно. То есть, этой полоски. Но пускай она у нас будет, мы потом ее отключим через некоторое время, когда поиграем с этим модом. Смотрите, я переключаю, полоска становится белой. То есть, это такой, может сказать, даже, не знаю, спидометр или еще что-то. Как это правильно называется, я забыл. Можете себе его включить. Здесь настроить его расположение. То есть, где он находится. Вот, видите, вот, под карту как-то его пересунуть. Или снизу с картой, чтобы он не был там посредине экрана. Это вам надо настраивать тогда, если используете 4К-монитор. И карта бывает на 4К-мониторах смещается. Поэтому эта настройка полезная. Повторю, что я это сейчас играю на клавиатуре. То есть, даже если у вас рулевое колесо, то пока что настраивайте себе это все на клавиатуре. Потом, вилы, педал, инфо. Я здесь ничего такого не ставлю. То есть, у меня здесь по стандарту все ставлю. Даже борт, индикатор. Тоже вот сверху какой-то индикатор. Там, когда вы включаете ABS или еще что-то. Вот здесь тоже можно ABS включать. Он, по-моему, там светится. Или еще ручник, когда вы включаете, он там сверху будет светиться. Но мне этого не нужно. То есть, и в этом HUD-опшн все, что касается визуальности этого мода. То есть, что будет у вас показываться на экране. Я думаю, это понятно. Downsheet protection. Даже не знаю, что это такое. То есть, подвеска или еще что-то. В общем, я это не включал даже. Здесь вот эта вот кнопка. Mouse Steering Hood Options. Она отвечает, допустим, когда у вас руль. И там у вас есть тоже такая белая полоска на руле. Но кто использует в клавиатуре, этого вам не нужно знать. У кого руль, тот может себе это включить. Отрегулировать просто руль под эту полоску. Чтобы оно там поворачивало у вас руль. И когда эта полоска тоже движется. С Hood Options разобрались. Developer Options это настройки разработчика. Это там даже сюда лезть не нужно. Developer Options я даже не настраивал. Здесь Active Input у меня Keyboard. Оно активируется, по-моему, автоматически. Если вы переключаетесь на контроллер, оно видит контроллер. Если руль, значит, соответственно, руль. Я сейчас с клавиатурой, поэтому у меня написано здесь клавиатура. Все эти четыре даже настройки у нас все. Потом Gameplay Assistant. Здесь вы включаете всякие функции этого мода. То есть, сейчас мы находимся в главном меню. Заходим в этот Gameplay Assistant. Будет у вас нейтральная передача или нет. У меня, я ее поставил, у меня она есть. Если вы ее вырубите вот так вот, ее у вас не будет. То есть, у вас сразу же будет переключаться на заднюю. Disable Auto Start. Вы можете выключить Auto Start. То есть, чтобы, когда он садится, он заводит машину. У меня он выключен, потому что я себе поставил так, что я сажусь и мне надо нажать на кнопку, чтобы завести эту машину. Сейчас по кнопкам мы уже в конце пройдемся. Какие у меня кнопки там стоят. Я это вам рассказываю просто, что это все значит. Чтобы вы потом могли сюда вернуться и настроить. Live Engine Running. Я даже себе это не ставил. Gravity Workaround. Auto First Gear. То есть, автоматически первая передача, чтобы у вас включалась, тоже не ставил себе. Auto Look Back. То есть, автоматический просмотр назад. Смотрите, я, когда включаю эту функцию, включаю заднюю передачу, он автоматически смотрит назад. Даже если вы от третьего лица смотрите, включил заднюю передачу, он автоматически смотрит назад. То есть, чтобы вам было видно. Ну, в гитаршке эта функция, в принципе, не требуется, потому что есть автоматический поворот назад, когда вы двигаетесь назад. То есть, по стандарту в игре. Видите, вот такой плавный. Поэтому я не ставлю себе этот Auto Look Back. Он здесь просто не нужен в этой игре. У меня с Gameplay Assistance поставлена только вот эта нейтральная передача. Возвращаемся назад. Вот эти все настройки у нас все. Driving Assistant. Здесь то, что касается функции. ABS, то есть, автоматическая блокировка, ручник, launch control, stabilization control. Смотрите, что у меня включено здесь. Anti-lock breaking. То есть, автоматическая блокировка колес, когда вы, допустим, едите на холм, там оно буксует. Я сейчас потом вам покажу, когда мы будем уже ездить. Здесь вторая функция ABS тоже у меня включена здесь. Flash break, light отключено. Traction, current control выключено. TKZ setting у меня здесь вот так поставлено. Stabilization control тоже включена. Стабилизация. ESC setting. Вот так вот поставлено у меня. Такие настройки. Тоже я думаю, что это по стандарту. Я себе не менял здесь. Launch control я отключил, потому что не хочу парбуксовку. LCD setting, adaptive. Вот это все у меня выключено. Cruise control тот же я себе выключил. Кто хочет, тот может себе его включить там и потом поднастроить. Сколько километров в час вы будете ехать. Cruise control это просто. То есть включаете себе его энтером и потом просто ставите максимальный километр, сколько хотите, чтобы ехали. Поставлю себе 100, будет максимум на спидометре 100. То есть это такое ограничение. Соответственно машина может у вас ехать быстрее, но круиз контроль это ограничивает. Думаю с этим тоже у нас все понятно. Driving as a stand. Переходим к основной функции это controls. И смотрите, есть здесь настройки контроллера, есть кейборд, то есть клавиатура. Контроллер это вот этот, это джойстик. Есть настройки для людей, у кого есть педали дополнительные к вашему рулю. Есть настройки для рулевого колеса, то есть для руля. И вехать спецификейшн сами настройки для машины. Контроллер я пока что контроллер не использую. То есть у меня здесь такие настройки. Можете себе тоже поставить, если хотите. Потому что мне с контроллера немножко неудобно. Мне интереснее с клавиатурой играть. Кейборд. То есть самое основное, я думаю, что у большинства моей аудитории клавиатура нет. Возможно у кого-то есть руль. Потом перейдем к рулю. Смотрите, кейборд настройки. Заходите сюда. Page Pattern. У меня здесь они вообще не поставлены. Потому что это настройки для тех, кто хочет каждой отдельной клавишей переключать передачу. Я это себе просто не ставил. Пропустил. Доходите до Asign Shift Up. До 13 пункта. Здесь это переключение передач вверх. Эта функция называется. Как ее настроить? У вас будет поначалу 0, там что угодно стоять. Вы нажимаете на него Enter. Вот так вот. И теперь, когда вы нажали Enter, нажимаете ту клавишу, которую хотите, чтобы она отвечала за переключение передач вверх. То есть, первая, вторая, третья, четвертая и так дальше. У меня это плюс на NumPAD. Я ставлю себе плюс. Видите, там написано Asign to Plus. Поставлено на плюс. Следующий Asign Shift Down. То есть, допустим, пятая передача вы хотите снизить на четвертую передачу. У меня поставлено на минус. Так же самое. Берете, нажимаете Enter и ставите себе просто минус. То есть, на ту клавишу, на какую хотите, чтобы у вас коробка передач снижалась. То есть, смотрите, я сейчас... Допустим, у меня сейчас пятая стоит передача. Я нажму на минус. Оно четвертая, третья, вторая, первая и так дальше. Соответственно, нейтральная и задняя передача. Дальше следующий. Asign Clutch. Настройки ключа. Завести машину. Тоже нажимаете Enter. Я себе поставил эту настройку на X. То есть, ключ сейвит. То есть, этот момент отвечает за то, чтобы запускать ваш автомобиль. Вставлять ключ в зажигание. У меня этот ключ и еще вот эта настройка Engine у меня на X стоит. Потому что я не хочу, чтобы он просто ставил ключ и, допустим, ждал, пока ключ провернет. У меня сразу X стоит запуск на Engine и на ключ. То есть, провернуть ключ и запустить сразу же Engine. Если же вы используете руль, то у вас там, возможно, как-то по-другому. Если вы хотите просто прокрутить зажигание, но не завести машину, ставите себе, допустим, какую-то клавишу на руле. А если хотите уже до конца докрутить зажигание, то ставите себе еще и Engine. Следующую клавишу на руле. Нажимаете там либо кнопку какую-то, либо лепесток, либо еще что-то. Также, соответственно, на руле ставите себе лепестки на переключении передачи. Допустим, Shift-Up, то есть, вверх ставите либо правый лепесток под рулем, либо левый. Соответственно, на руле у вас по-другому настройка идет. Вы можете сразу же на руле использовать вот эти настройки, как я. Тормоза здесь вперед-назад, V, то есть, V это вперед, S, тормоза. Engine, то есть, запуск X. Google MT у меня здесь не поставлено. Отключить этот мод. Следующую настройку я не менял. Индикатор Left. Здесь также самое нажимаете Enter клавишу и ставите у меня Индикатор Left, то есть, это левый поворотник поставлен на левую стрелку. Я его включаю, видите, поворотник работает. Соответственно, также выключается. Индикатор Right, то есть, у меня здесь тоже поставлен на правую стрелку. Все, я его поставил. Если вы нажмете, допустим, также правую стрелку, она отвечает в этом моде за то, чтобы сбить настройку. Поэтому внимательнее здесь еще раз нажмите Enter и правую стрелку, чтобы написано было Assignate to Right. Hazard Light у меня не поставлен, потому что фары у нас включаются в игре на H, на H или как там еще по стандарту в игре такая способность есть. Нету, не было только поворотников. Все остальное у меня не поставлено. ABS у меня стоит на B клавиши, стабилизация или что это, на N, TCS на Z клавишу, потому что другой не было, к сожалению. Другие все заняты клавиши. Можно поставить на G, либо еще что-то. Вот это все остальное я себе не ставил. Такие настройки я использую для клавиатуры. Если у вас, допустим, рулевое колесо, так же самое у вас здесь будет. Можете нажимать на рулевом колесе ту кнопку, которую хотите, чтобы она отвечала за ABS, либо за поворотник, либо еще за что-то. Вилл и педалс у меня здесь, смотрите, такие настройки. Они отвечают за то, чтобы регулировать педали на руле. У меня педалей нет, у меня здесь они по стандарту все стоят, поэтому я это пропустил. Вы можете себе сами там как хотите настроить. Если я когда-то куплю руль, потому что он очень дорогой и с педалями, то, возможно, я покажу вам эту настройку. Но пока что у меня этой настройки нету, к сожалению. Нету руля, вернее. Steering Assistance. Вот это я себе тоже самая главная настройка, потому что она отвечает за плавность поворотов. То есть за плавность поворачивания машины. Допустим, я от первого лица смотрю за плавность поворота руля. Вы себе его ставите так же, как у меня. То есть у меня здесь такая настройка, как мне подходит, в принципе. Возможно, она вам покажется слишком такой плохой, потому что машина не поворачивает. Но я думаю, что так оно и должно быть, потому что на скорости машина не должна хорошо поворачивать. Но если вы хотите здесь улучшить поворачиваемость в этом моде, если вы поставили себе сейчас такие настройки, как у меня сейчас, если хотите увеличить радиус поворота, тогда трогайте эту настройку 0,40, где написано. Либо еще у вас там будет, возможно, 0,70. У меня 0,40, то есть он вот так вот поворачивает на 0,40. То есть практически не видно, как машина работает, как машина поворачивает. И меня это устраивает. Но если вы хотите увеличить поворачиваемость, тогда просто подбавляйте больше. Смотрите, сейчас будет поворачивать лучше. Видите, уже лучше поворачивается. И, соответственно, я сейчас врубаю передачу. Все, поворачивается намного лучше. Так же самое добавляйте себе, как хотите, сколько хотите. До 2 можете подбавлять. Видите, уже поворачиваемость намного лучше. То есть вот такая. Я ставлю на 0,40, потому что мне кажется, что так в реальной жизни машины поворачивают. Если вы используете руль, допустим, такой отдельный, не клавиатуру, то вам надо найти какую-то золотую середину между этими двумя настройками и вашей чувствительностью руля. То есть эта настройка отвечает за чувствительность руля, так сказать. Все остальное у меня вот так вот поставлено. Маус, стринг, оптенс. У меня поставлено 0,5. Потому что, как вы знаете, мышкой тоже можно поворачивать руль. Давайте я вам покажу это. Видите, когда зажимаете левую кнопку, то мышка тоже поворачивает вот так вот рулем. У меня она стоит на 0,5. То есть это отвечает за чувствительность мышки. Если подбавить вот так вот, то будет вот так, смотрите, как ходит. Но это уже как-то нереально, мне кажется. Вот, видите. Вот это вот, что это такое? Надо поставить меньше. И, соответственно, у меня стоит здесь на 0,5. В принципе, нормально. Так же самое у вас будет, наверное, камера. То есть ходите взад-вперед. Ставите себе так же, как у меня настройку. И будет вам легче. Самое главное, что вам нужно знать, если вас не устраивает такие настройки, как у меня, то меняйте себе только вот этот мультиплиер на 0,40. Либо больше ставьте, если радиус поворота вас не устраивает. Либо вот этот лимит на 0,15, который больше себе ставьте или меньше. Верху спецификейшн у меня здесь так стоит тоже вот эти. У меня здесь такие настройки. Тоже я себе их поставил такие. По-моему, я здесь менял 720. Вот это и филл ротейшн 180. Я сейчас уже не помню. Тоже себе можете такие настройки поставить. А если хотите что-то изменить, то просто двигайте вот такие две настройки. Всегда сможете на видео вернуться, посмотреть, какие я настройки использую. И здесь можете сохранить эту конфигурацию. Обязательно сохраните свою конфигурацию. То есть еще раз вам покажу, где она сохраняется. Manual Transmission Setting, Weclay Configuration. И здесь Save Configuration. Просто ее себе сохраните. И в принципе все. По настройках у нас все. То есть сейчас себе включаем просто либо автоматическую передачу, вот такую, видите, автоматически переключается. Если у вас автоматическая, она просто не будет взад переключаться. То есть видите, вот взад вам все равно нужно будет включить клавишу минус. Потому что она отвечает за заднюю передачу. Так же, как и в реальной жизни. То есть есть D, есть N, есть R, по-моему, на автоматических коробках. Но если вы хотите все вернуть, как в GTA-шке, просто себе отключайте этот мод, и машина у вас будет просто GTA-шная. Но останется у вас вот это управление, потому что радиус я поставил тот, который мы закидывали в папку Scripts. Если вы хотите убрать еще управление плавное, вот такое, то удалите еще с папки Scripts тот мод, который мы туда закидывали. Либо просто папку Scripts удалите. Но давайте сейчас немного прокатимся, покажу вам, как это все выглядит. Просто включая здесь себе этот мод, я сейчас включаю себе ручную передачу. Так, я себе вырубаю вот эту вот сверху линию. Но можно ее оставить пока что. Я с ней не играю. Все, у меня здесь настройки все поставлены. Выключаю этот мод. То есть на клавишу H, русскую, либо скобку. И все, и так вот себе играем. Ну давайте с самого начала покажу вам, как это выглядит со стороны, если ездить. Смотрите, вот у нас машина есть. Садимся. И машина сразу же у нас не заводится. По стандарту в игре она заводится, но с этим модом она не заводится. Вам нужно нажать клавишу X, так же как у меня. Завели, мотор пошел, нейтральная. Видите, нейтральная, она не едет. Движок сейчас пригреется. Включаем первую передачу, включаем поворотник левой и выезжаем на дорогу. Смотрим там назад. Если сзади кто-то нет, можем выезжать. Выключили поворотник, поворачиваем направо. Включили вторую передачу. То есть можно так вот учиться ездить немного. Привыкать к дороге, к получению прав, так сказать. Да, такой небольшой симулятор вождения. Когда видим, что движок работает немножко плохо, включаем следующую передачу. Так же само сбавляем, потому что если мы будем трогаться с четвертой передачи, машина будет трогаться очень плохо, так же как и в реальной жизни. То есть сбавляем на вторую, либо первую и двигаемся, стартуем с второй или с первой передачи. Третья, четвертая. Разгоняемся. Потом пятая, там когда дошло до красного. Либо просто слышим по движку. Сбавляем, так же само включаем поворотник. Сейчас запаркуемся где-то. По поводу ABS, как работает он. Сейчас я вам покажу уже в другом месте. Итак, я приехал уже в другое место. Смотрите, включайте ABS. Если вы подставили такие настройки, как я на B английскую, по-моему. Да, ABS включен. Это автоматическая блокировка колес, когда, допустим, вы наехали на что-то, и чтобы машина ехала лучше. То есть в холм, куда-то, где-то на гору и еще куда-то. То есть она будет лучше ехать. Это в основном для внедорожников. Если вы едите, допустим, вот туда под гору, то поедем, покажу вам, как это работает. Первую передачу, смотрите, пара буксовки уже нету. Она не буксует, блокируется автоматически. Ну, почти буксует, но блокируется. То есть это автоматическая блокировка. Я сейчас выключу его, покажу вам, как без него. Смотрите, как без ABS. То есть она уже не едет. Поэтому ABS, когда вы включаете, он помогает вам двигаться в гору. В принципе, по настройкам у нас все. То есть я все максимально подробно, я надеюсь, вам рассказал. И думаю, что максимально будет понятно всем. Да, видео получилось очень длинным, но я думаю, что вопросов будет уже меньше по этому моду, если что. Что ж, на этом у меня все. Если вам видео это понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Возможно, когда-то я куплю себе руль и покажу вам уже, как это работает на руле. Но в то же время можно играть, учиться пока что на клавиатуре либо же на контроллере. Тоже это выглядит максимально приятно, как по мне. На этом у меня все. До свидания. Всего хорошего.